Даро! Ну что, проходим дальше с тобой в Сикен Сити, посмотрим, что же там такого интересного и захватывающего. А может там вообще нет ни хера интересного и захватывающего. Холодный при... Так, чё мы тут нашли убийцу? Убийцу... Обезьяны. Обезьян убил. Точнее, рыба убила обезьян. И поэтому... Никита, чё мне чё-то нажать на... Чё такая загрузка долгая? Блин, водички забыл налить. Эй, никому налить водички. Нажмите любую кнопку. Ооо, блядь. Короче, разработчики... Да, очень... Очень... Круто, что у меня прям... Ну... Не беда. Не беда. Да, возможно, Льюиса... Ну и так, понятно, мы можем это всё нажать. Вот так вот. И здесь витху не посмотреть. Вот. Важно за убийца, альберты, альпыры, знания, город, документы, последние. Чё, надеюсь, что... Донесется бумагу. Меня зовут Альберт. Ну, это мы читали уже. Так. Господи, какой у него унылый... Холодный приём. А, нам надо в бар. В бар, точно. Это нихера не в бар. Мы же дошли до бара, а потом чё-то... Чё-то не так всё пошло. Короче, разрабы пишут такие, что... Тыры-пыры, игра появилась в стиме. Мы не рекомендуем покупать, так как нету там DLC и достижений. Ну, знаете что? Если бы я потерял просто... Не просто там DLC-яда какую-то, которое, мне кажется, не столь важно в этой игре, А если бы я, подождав, приобрёл здесь проработанный сюжет, графен хороший... Я бы, наверное, подождал. И не стал покупать вот так вот сразу. Но в связи с этим всем, какая мне разница? Действуют ачивки? Нету. Это индюшатина, сраная индюшатина. Тут ловить нечего. Так, с этим мы уже болтали. Так, вот, мы сюда зашли, и всё, на этом было всё. Закончено. Мистер, кто ты? Надо же было застрять в чёртовом порту! Я пропущу раздачу еды у карпентеров! Ты бухаешь за какой-то счёт, поэтому можешь себе... Осторожно! Под землёй полно чудовищ! Они повсюду! Вот бы мне так уметь говорить, когда пью. Бабка, пустри. У меня что-то... Мокрота. Ладно. Подойди. Подойди, заблудшая душа. Я расскажу, что тебя ждёт в будущем. А ты что? Ты играл уровня 2009 года. О, мне всё ясно. Тебя ждёт много неожиданностей, чужак. Да ну, и каких же? Не торопись, чужак. Я многое вижу и могу кое-что тебе рассказать. За скромную плату. Ладно. А у тебя волосы прямо из шапки торчат. Не из под шапки, а из шапки. Не купишь? После потопа в Окменти ценится выпивка, сигареты и патроны. Я облегчу тебе задачу. Я не курю. А. Ну, патроны, я тебя точно не дам. Ты баба ебанутая. Поэтому, не знаю, давайте выпивки. Нет, и выпивки. И что же меня ждёт в будущем? Славно, славно. Дай-ка мне сосредоточиться. В ближайшие дни море будет щедрым. Оно принесёт много даров. И многие пожалеют об этом. Что-то я не понимаю. Я вижу старое и новое жестокое сердце против стальной воли. Кто бы не победил, ты тоже выиграешь. Но увидишь это только из железной клетки. И... и... Высокие колонны, окружённые мертвецами. Гонка от одной к другой. Само время смеётся. Она про столбы в МК, что ли, блядь? И да, время нужно сменить. Там смешно вообще, как пиздят. Ерунда какая-то... Спасибо, блядь. Не за что. Интересно посмотреть, как ты поступишь. Уж точно я зря патрон тебе отдал. Если честно, ну-ка. Прими свою судьбу. Чё я щас так вот, да? И смотрите, ему вообще насрать, что я к нему посторонний зашёл в подсобку. Чё, сменога все жрёте. Типа я здесь буду мастерить, или я собираю их так, чтобы их потом раздавать? Давай, поговори со мной. О, подожди, тоже точно есть ещё такая штука. Чё? Типа я уже забыл, хвою. Добро пожаловать в бар под килем. Что вам нужно? Киль. Мне нужен Льюис Флинн. Я видел каких-то жутких тварей. Давай, расскажи мне про которые. Я видел каких-то жутких тварей. Никогда не встречал ничего подобного. Кто не такие, чёрт возьми. Значит, вам встретился Вайл Бист. Никто не знает, что это за твари. Скажите спасибо, что вы вообще смогли вывести ноги. Они появились после потопа. Одни говорят, что они вышли из моря, другие, что это божья кара. Что вы, они не вошли в море? Раз их можно ранить, то можно и убить. Держите оружие на готове. Дедушка Якубович. А если хотите забыть об этих ужасах, могу предложить отличное средство. Помните, лучше быть живым трусом, чем мёртвым храбрецом. Спицы в глазах? Если только вы не чужак. А фонариком ходишь по лбу? Я ищу человека по имени Льюис Флинн. Он сюда не заходит? Даже если бы я знал, чужаку не сказал бы. У тебя кожа из-под рубашки вылазит. Так, а вы укрываете преступника. Я расследую исчезновение сына Роберта Тругмортона. Возле его трупа я нашёл записку, в которой говорится о вашем долге Льюису. Похоже, Льюис убил сына Роберта. Хотите, чтобы он пришёл сюда и задавал вопросы сам? Что? Вот вам и что. В лучшем случае вы укрываете преступника. А в худшем вы соучастник преступления. Я? В смысле... Нет. Я здесь ни при чём. Расскажите это мистеру Тругмортону. Нет, нет. Дрог. Льюис наверху. Вот ключ. Вот и отлично. Вы сделали правильный выбор. Угу. Счастливо. Счастливо тебе, блядь. И уснулся. Вау. Это мисс Америка. 86-го. А ты кто? Вау, вау, вау. Вау. Си-си есть у кого-нибудь? Ну, чё, ножамкает тебя. Ну, блин. Э. Чё? Отвали! Я, конечно, понимаю, что у вас наводнение, но откуда... Откуда у вас здесь... Это что? Водоросли. Что это за хуйня? Почему это всё в здании? Эй! А ты что такое? Что ты тут делаешь? Я Чарльз Рид, частный детектив. Мистер Тругмортон нанял меня найти его сына, Альберта. Думаю, ты понимаешь, зачем я пришёл. Трог. Я знал, что этому бармену нельзя доверять. Во всём виновата чокнутая обезьяна. Ясно? Успокойся. Пока что я просто хочу поговорить. Но если попытаешься достать пистолет, я тебя пристрелил... Планета против планеты... Планета обезьян против планеты рыб, что ли? И что? Типа... Типа какое-то измерение открылось, и... Приматы зашли, и рыбы. Это... Планета обезьян, и... Вот эти... Как их там? Не знаю, Атлантида какая-нибудь, я хуй знаю. Короче, какие-то уебаны. Чё ты так выглядишь? А что... Почему ты... Что у тебя с лицом? А ты тоже будешь тыкать меня пальцем? Смеяться надо мной, потому что я выгляжу иначе? Давай, не стесняйся. Нет, прости. Я не хотел тебя обидеть, просто не знал, как спросить. Я никогда ещё не встречал таких, как ты. Инсмутса благословила море. Здесь ты нас часто будешь видеть, так что привыкай. Мы гордимся своим происхождением. Это когда мужик изнасиловал форель, а потом вот вы появились. Это вот этот случай был, да? Ты стрелял без предупреждения и не оставил ему шансов. А когда Альберт побежал, ты погнался за ним. Зачем? Я... Я не помню. Когда он очнулся на меня, как будто кровавый туман опустился. Пришёл себя уже на складе. Я был весь покрыт кровью. И не понимал, что случилось. Но было у меня подозрение, что без обезьяны тут не обошлось. И верно? Давай по порядку. Что произошло? Мы... Мы были дома. Я, Пол и Уилл. Барри ушёл в море. Хоть я и сказал ему, что ничем хорошим это не кончится. Послушайся он меня. Все были бы сейчас живы. Не отвлекайся, Льюис. Ладно. В общем, Барри притащил к нам эту чёртову обезьяну. Всё кричал о том, что мистер Трогмортон отвалит кругленькую сумму за спасение сына. Но... Обезьяний сынок. Сначала он был в отключке, а потом вдруг очухался. Начал рад кидаться на нас. После этого я ничего не помню. Так. Я слышал, что Инсмутс и Трогмортон не в ладах. Почему? Когда мы появились в Охмонте, эти обезьяны сразу нас возненавидели. Мы потеряли свой дом. Нам нужно было куда-то податься. Влиятельная семья Блэквудов помогла нам. Но остальные были совсем не так добры. Нам нужна была работа, еда, лекарства. А город не дал нам ничего. И что дальше? Нам и так приходилось драться за каждый кусок хлеба. А из-за этих Трогмортонов стало совсем не в моготу. Они вечно строили козни. Настраивали против нас горожан. Хотел бы я, чтобы они хлебнули лихо, как мы. Я вообще не понимаю, что происходит. Великая семья... Ты сказал, что Блэквуды влиятельная семья. Можно поподробнее? А, так ты чужак, да? Тогда все ясно. Да, чужак с пистолетом. Отвечай. Ладно. Тут все помешались. Народословных, традейцах, репутаций. Есть три главных семьи, которые заправляют всем Окмантом. Карпендерам подчиняется местный криминал. Блэквуды в родстве с инсмутцами через семью Марш. Дай угадаю. Третьи Трогмортоны? Да. Эти мерзкие обезьяны. Из Блэквудов почти никого не осталось. И нас, инсмутцев, теперь некому защитить. То, что ты сделал с Эльбертом, не похоже на приступ ярости. Контрольный в голову, тело спрятано. По-моему, ты все продумал заранее. Не знаю, что тут ответить. Я был не в себе. Ага. Я узнал все, что мне было нужно. Пожалуйста, Рит, не говори про меня Трогмортону. Я знаю, что много прошу, но... Клянусь, я не желал никому вреда. Пожалуйста, смилуйся. У меня семья. Без меня они помрут с голоду. Я, наверное, подумаю, потому что я... У меня огромное сомнение, что ты... Ты же... Ты во Фрик... Я подумал... Там ничего не могу обещать. Мне надо подумать. У меня еще осталось несколько патронов. Может, возьмешь их, чтобы лучше думалось? Взятка? Где они считают, что это взятка? Ну, хоть мне прям намекнул, но я такой, типа... Ну, тут патроны нужны, но я все равно буду думать, типа, стоит ли они стоят. Знал бы я, что меня здесь ждет, запасся бы патронами заранее. Дай мне пару штук, и я тебя не выдам. Я знал, что мы договорились. Нет! Не желает. Блядь! Сука. А, Луис стал же от твоей истерии. Так. Луис прекрасно понимал, что делает, когда дрался с Альбертом. Луис был не в себе и отвечал за свои действия. Луис был не в своем уме. Луис был не в себе, когда убил Альберта Трогмортона. Он не мог отвечать за свои поступки. И его нельзя обвинять в смерти Альберта. Я могу попытаться прикрыть его, иначе Роберт Трогмортон ему отомстит. Окей. Зацепки. Нету до нихера. Ладно. Так. А если вот это... В здравом уме или нет, Луис продумал убийство Альберта Трогморта заранее. У него был мотив. Взаимная вражда между истеричными и Трогмортами. Я должен сказать, что Роберт Трогморт, правда, и отдать убийцу в руки правосудия. Блядь. Ну, его жуткий вид заставляет меня хотеть его предать, но... Блин. Ладно. Пусть так будет. Ведь там была какая-то правда паника. Поэтому, я думаю, он был, наверное, не в себе. Так. Холодный прием. Это что? Что, бицель? Так. Он связался в порту местному так признаться, что было на месте преступления. Но якобы не помнит, как убивал Альберта Трогморта. Он утверждает, что у него... Помутился рассудок, как у остальных его товарищей. И он просто не владел собой. Роберт просил мне не отдавать его. Теперь мне нужно решить... Решить рассказать, ли Роберту... Так, или спасти его... Собав... Роберта. Знания. Прочтой гадалки. Даже я вот не знаю. Такая сучка там. Так, ну что мне теперь идти... И рассказать... Убийца в баре. Убийца мертв. Давайте, так как здесь мистика... Я такой, я сомневаюсь, что здесь, типа... Ну, изначально, типа... А че нам не верить в мистику, если у нас чувак, у него суперспособность, да? Сюда всех влечет. Здесь непонятная обезьяна чувака. И здесь чувак рыба. Типа, че бы мне не поверить? И то, что я видел там, то, что происходило. Че бы мне не поверить? То, что, типа, мистика на самом деле здесь существует... Это же не как Калла в духу. Это хуже намного. Я выследил убийцу, но на него напали какие-то твари. Они разорвали его на части. Это был эндсмутский рыбак по имени Льюис. На нем была кровь вашего сына. Наверное, она и привлекла чудовищ. Вы уверены, что труп именно его? Абсолютно. От него осталась только кучка костей и кусок ткани. Ну, это точно обрывок Куртки Льюиса. Можете спросить его друзей. Очень жаль. Отомстить ему должен был я, а не какие-то файлписты. С этими паразитами надо что-то делать. Так или иначе, правосудие свершилось. Легче мне не стало, но теперь я хотя бы знаю, что произошло. Спасибо вам. Мистер Тругмортен, не хочу показаться назойливым. Но, может, теперь вы мне все-таки поможете? Да, вы это заслужили. Надо же. Только что прибывший чужак раскрывает преступление, которое оказалось не по зубам полиции. Ладно, ближе к делу. Напомните, зачем вы прибыли в... Мистер Тругмортен, не хочу это прекратить. Меня как будто тянуло сюда. Не могу объяснить, почему. Но я уверен, что источник этого безумия здесь, в Окманте. Вы не ошиблись, мистер Рид. После потопа в Окманте началась необъяснимая истерия. Я выделил средства на экспедицию, чтобы изучить недавнюю геологическую активность. Возможно, дело в ней. А, если как-то связано... Геологическая экспедиция? Что-то я не понимаю. У меня есть причины полагать, что потоп и безумие были вызваны одними причинами. Что наверху, то и внизу. Я отправил людей это выяснить. Экспедиция что-нибудь обнаружила? Не знаю. В ней участвует... А, участвовал, Альберт. Я уверен, что он погиб не случайно. Почему он был в порту один? Куда делись остальные? Эта истерия включает в себя коллективные видения. После потопа многие окманцы видели одни и те же кошмары. На них жаловалась даже профессор Доу, глава экспедиции. Подводные развалины с необычной архитектурой. Спящий гигант, затопленные улицы. Голос, зовущий из глубин. Да, совершенно верно. Она так хотела выяснить причину, что предложила организовать экспедицию. Ой, очень скучная игра. Наджин. Мы были стихием бедствием. Давай. Вы упомянули потоп. Мне главное надо запоминать. Это было не просто стихием бедствием. Говорят, что потом хоть как-то все это башкило было. То, что произошло, не поддавалось научному объяснению. Думаете, вашего сына убили потому, что экспедиция что-то нашла? Это вполне логично. От них не было вестей целую неделю. А потом Альберт. Единственный, кому я доверяю, возвращается и его убивают. Вы правы, это подозрительно. Мистер Рид, я хочу, чтобы вы выяснили, что происходит. Полагаю, вы заинтересованы в результатах экспедиции не меньше, чем я. Давай, Раскар. Чтобы начать расследование, мне нужно узнать как можно больше. С чего лучше начать? Я дам вам адрес штаб-квартиры экспедиции и ключ от нее. Это все, что вы можете мне предложить? И еще могу дать вам совет, Рид. Поебал. Никогда больше не говорите со мной в таком тоне. Простите, мистер Тругмортен, просто чем больше я буду знать, тем лучше. Я человек занятой. Я выделил средства на исследование, но все приготовления вели профессор Доу и Альберт. Когда закончите, приходите в наш семейный особняк. Он Волтгров. Я покажу вам на карте. А что насчет расходов? Когда вы закончите работу, я вам все возмещу. И, разумеется, ваши старания в порту тоже будут оплачены. И еще я выдам вам неплохой аванс с патронами. И еще? Патронами? Доллары больше не имеют здесь цены, мистер Рид. После потопа Окмант перешел на бартерные сделки. Патроны полезнее чеков. Так. Брусный такой. Дело закрыто. Новое дело потерянное в море. Дал мне ключ от штаба, квартира, экспедиция. Она находится в серной части. Каверсайда на пересечении Айшер Роуд и Хьюберт Авеню. Где она находится? Ашер... Хиберт Эйн... Ашер Роуд... Ашер... Ашер, блядь... Ням... Ашер Роуд... Ашер Роуд... Ашер Роуд... Ашер Роуд... Хиберт Эйн... Ашер Роуд... Ашер Роуд... Ашер Роуд... Ашер Роуд... Чё ты нам куда-то вот сюда вот... Ладно, похер, ну а куда-то сюда, да? Так. Так, с ним, который находится в южной части. Ох, и чё, и теперь мя. Э, блядь. На, на. Стой, блядь. Э. Ну ты чё? На, блядь. Оля, варьет. Это чё? Ладно. Оу-оу-оу-оу-оу. Банки суком летают. Типа ему глючит его, конечно, знатно. Ольга. Потерянный в море? Ба-ба-море. нажмите нажимаю так я где это внезапно фигурт авеню бред какой-то так не знаю что именно потопила циклоп помню только крики скрежет металла и воду которая заливала палубу и еще головную боль головную боль сильную как никогда я очнулся вроде среди водорослей плававший неподалеку обломок судна помог мне не утонуть и добраться до небольшого острова там меня и нашли голодного полубезумного бормотавшего о древних руинах и их обитателях представители власти заявили что мне все привиделось но мои воспоминания настоящие это доказывает необычные способности которые я получил после катастрофы на том острове я нашел нечто ужасное нечто древние темные и ползучие и она до сих пор меня преследует я просто команда циклопа сэмперфортис братья команда циклопа это понятно понятно как говорится больше никогда уважаемый мистер лид я слышал что вы тот самый частный директив который поймал убийцу в порту моя жизнь в опасности и я не доверяю никому в этом городе пожалуйста займите за займите денег займите идите ко мне в номер он напротив вашего я в отчаянии мои изыскания привыкли внимание темных сил они преследуют меня и скоро заберут с собой жрели брошен меня уже не спасти но 7 книг надо сохранить любой ценой если меня уже не будет в номере найдите мои записи нельзя допустить чтобы это знание оказалось утраченным ведь она может стать для человечества последней надеждой на прозрение пожалуйста станьте носителем этого света ибо мне это не удалось таинственным дело сколько таблетки не глотая видение все равно возвращаются тоже не те таблеточки ёхты блядь и постри чужак беззаботный чужак пальто гангстер корольское сияние флобосы на этот цвет да вот обычная одежда вот это ничего такая но это что-то ученый рыбак нет практически нет а чумной доктор не знаю оптный сыщик это конечно уже что-то повеселее вон там рожи сиськи ёпты вышиванка вышиванка серьезно так мне вот пальто нравится пальто и вот такое мне нравится то есть два костюма мне нравится в ум кладите в пальто потому что чужак мне не очень-то нравится а вот пальто не чутка мне кажется у него шея еще больше растянулась мистер рит мистер рит вы оказались одним из немногих кто относится по-человечески к таким как я и я хочу вас отблагодарить примите дружеский совет бегите оставьте этот проклятый город и спасайтесь не копаетесь в его тайнах они того не стоит ничего хорошего здесь нет я уверен вы найдете способ спастись пожалуйста прислушайтесь к моим словам люис флинн так а здесь на что мистер рит похоже вы переутомились проводя расследование для мистера трагмортона простите за дерзость но я перенес вас в риф дьявола пока вы были без сознания пожалуйста берегите себя а в следующий раз меня может и не оказаться рядом и хана и йоханнес 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 он хочет умереть йоханнес о гильз металлом это моя напоминает мне о доме я уже скучаю по бостону а че у меня мне блять кабинет мой открыли или что как то странно все это че у меня кабинет открытый минутку во вторых кихо м в в в Продолжение следует...